Волновались перед ответом у доски и переживали за свои оценки. Сегодня лучшие учителя Чбоксар. На базе школы номер 45 прошел конкурс «Учитель года столицы 2017». Их было 27. После двух конкурсов, среди которых был урок, осталось только 12 педагогов. Тем, кто в первом туре смог заинтересовать детей, во втором предстояло угодить комиссии. Ирина Диарова работает по методике так называемого беспереводного метода изучения чувашского языка. Мы все говорим на чувашском, но показываем жестами, мимикой. И дети нас понимают действительно. Я, например, захожу к детям и говорю «Эбя лаях бурнадар», «Эзирмен ле бурнадар», и дети говорят «Пиди лаях». Учитель технологии 41-й школы отмечает, сейчас ученики должны не просто научиться делать вешалки или любые другие изделия. Они должны понимать, будет ли спрос, окупятся ли труды и материалы, и зачем им, собственно, это нужно. Сам курс технологии предразумевает в себе развитие творческих способностей учеников, их в условиях рыночной экономики, формировать их предпринимательские способности. Ученик сначала выполняет поисковый этап, затем технологический, затем заключительный этап. Он учится проектной деятельности. Из 12 финалистов жюри предстоит выбрать только одного учителя, который будет представлять Чебоксару уже на республиканском конкурсе. Он пройдет с 3 по 29 апреля этого года. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. И как стало известно, победителем конкурса «Учитель года столицы-2017» стала преподаватель русского языка и литературы 46-й Чебоксарской гимназии Диана Харченко.